Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться информацией о 36-часовом голодании, соответственно, без еды и без воды. Это очень важно. То есть, это у нас называется сухое голодание 36 часов. Я вам расскажу, для чего я это делаю, почему я это делаю. Ну и самое главное, в начале видео можете написать, как вообще выглядит человек, который не ел 36 часов. Если я выгляжу замученным, страшным и убогим, то, конечно же, вы мой опыт даже можете не повторять. Если вам кажется, что я выгляжу более-менее нормально после 36 часов, когда я не ел и не пел, то можете послушать это видео до конца. Но хочу оговориться, что все, что я здесь говорю, это мой опыт, это мой организм, и я за него несу ответственность. Если вы хотите этот опыт как-то на себе применить или повторить, я обязан это сейчас сказать. Обратитесь к своему лечащему врачу, проконсультируйтесь со специалистом и сами, как бы сказать, не занимайтесь вот тем, что я сегодня вам расскажу. Это очень важно, это нужно обязательно сказать. Консультируйтесь со своим врачом и мой опыт воспринимайте как мой личный опыт у каждого свой организм. В общем, друзья, почему я этим занимаюсь? Значит, 10 лет назад, в 2011-2012 году, я перешел на систему питания, которая называется сыроедение. До этого я очень много пил, я курил, я питался не очень хорошо, я набирал вес. И мне показалось, я почувствовал, что мой организм должен немного отдохнуть, очиститься, попитаться овощами и фруктами. Ну, вот я к этому как-то сам, знаете, так внутренне пришел. Я попробовал, значит, несколько недель попитаться овощами и фруктами, потом несколько месяцев, и мне это понравилось. И одновременно с этим я начал заниматься голоданием. Каждую неделю я старался не кушать именно сутки или лучше 36 часов. Я чувствовал себя прекрасно, у меня был подъем и моральный, и духовный, и спортивный. У меня была куча энергии, потому что она освобождалась, когда вот это у нас происходило пищевая так называемая пауза, да, раз в неделю я это практиковал. Но потом, друзья, на протяжении двух лет появилась семья, появились дети, появились домашние заботы, хлопоты. И знаете, как-то вот эта вот моя система чистого и здорового образа жизни, она как-то опять растворилась потихонечку. Один раз я пропустил неделю голодания, потом я пропустил еще вторую неделю, потом как-то месяц, и вот это все, знаете, забылось. И потом все это вот ушло в какую-то домашнюю бытовуху, и как-то все это растворилось, забылось, и я это утерял. Я это утерял до сегодняшнего момента, до 2023 года. И вот вы знаете, я, конечно, питался уже не так плохо, как раньше, как до 2010 года. То есть это были консервы, это было очень много сахара, это очень много было газировки, кока-колы. Я вот хочу сказать, что с 2012 года я вообще не пью газировку. Я не помню уже, что такое кока-кола, фанта, спрайт и так далее. Я пью только воду обычную. Я иногда могу попить сок, но не из пакетов, а если сам делаю. И вот иногда могу попить чай с ромашкой или зеленый чай, или иногда черный чай с медом, но опять же не каждый день. То есть кофе, газировки я уже давно исключил из своего организма. В общем, я все равно какое-то время потерял эту нить здорового питания, перешел опять на не очень здоровую пищу. И вот этой весной я опять почувствовал, что мне нужно. Мне нужно как-то себя разрядить, мне нужно как-то очиститься. Но я вспомнил, что такое опять сырая пища, сыроедение, но без фанатизма. То есть я включил в рацион очень много овощей, фруктов и зелени. Но если мне захочется съесть креветку, я отварю и съем креветку. Если мне захочется пойти в пиццерию с ребенком, я пойду в пиццерию и съем пиццу. Конечно, не каждый день. Раз в неделю можно себе позволить, чтобы не загонять себя в эти рамки. Но, друзья, уже три недели подряд я опять практикую сухое голодание. Начал я 12 марта. Через неделю это у нас было 19 марта. И вот сейчас 20, 26-27 марта у меня третий этап был, третий раз сухого голодания. В общем, как это у меня происходит? Я обычно выбираю понедельник для сухого голодания. Почему? Потому что в понедельник я меньше всего контактирую с людьми. У меня есть работа, у меня есть булочная, я должен ехать в магазин, закупать продукты, отвозить ребенка в школу, в логопеду. Но я минимально контактирую с людьми, с клиентами. Я отвелся, отдал, поехал по своим делам. Приехал в магазин, закупился, опять поехал дальше разгружаться в булочную. Это мне нравится, потому что у вас нет вот этого стресса, да, общения и так далее. То есть выберите день, который будет максимально для вас, как сказать, пустым, да, свободным. Значит, что я делаю? В воскресенье я стараюсь есть только овощи и фрукты. Это могут быть апельсины, это могут быть яблоки, бананы. Там с утра бананчики поел, в обед яблоки, вечером апельсины. Можно орешки поесть, но лучше нежелательно. И, например, последний прием пищи у меня был в это воскресенье где-то в 10 вечера. Я поел мандаринчиков. А, и вот поел, потом пошел в булочную работать и поел сливу. Потом пришел, значит, в 12 часов я ложусь спать. И вот с 12 часов ночи у меня начинается голодание. Это очень классно, что вы голодаете в ночь. Как бы, да, мы ночью привыкли ничего не есть, поэтому это вообще очень удобная система. Значит, в 12 ночи я ложусь спать и считаю, до утра я ничего не ем. Потом я просыпаюсь. И вы знаете, сухое голодание, оно подразумевает под собой вообще несоприкосновение с водой. То есть вы должны, по идее, проснуться, там, сходить в туалет, но вы не умываетесь, вы не моете руки, и вы в течение всего дня не сприкасаетесь с водой. Не пьете, не умываетесь и ничего. Но так как я таскаю коробки, так как я там взаимодействую, там, не знаю, у меня собака есть, да, я работаю в общепите. Конечно, для целой гигиены я должен умываться и мыть руки. Поэтому на этот пункт я закрываю глаза. Хотя раньше, 10 лет назад, когда у меня была возможность, да, вот, не контактировать с людьми, оставаться дома, выходить на прогулку самому, то, конечно же, я не контактировал с водой. Это лучше. Психологически это лучше. Так вот, я просыпаюсь в понедельник, там, не знаю, проснулся, умылся, но воду не пьешь. Пошел, там, ребенка отвел в школу, поехал в булочную, поехал, там, не знаю, закупил продукты, вернулся. Это проходит у вас время, да? Значит, это, например, уже 10, 11, 12 часов, там, час дня, два часа дня. Вы все это время не пьете и не едите, еще раз повторяюсь. Потом у вас, там, 3, 4, 5 часов, ребенка со школы забрали, вместе куда-то сходили, там, покормили его, да, но сами не едите. Ужин, там, у вас супруга что-то себе приготовила, покушала, вы не едите, не пьете. Если вам сложно психологически находиться с семьей, та, которая кушает и пьет, и, там, не знаю, смотрит телевизор, вы можете пойти прогуляться, если у вас есть возможность, или позаниматься больше работой. Я, вот, в понедельник, например, стараюсь больше, как бы, проводить времени, пойти на прогулку сходить, или лучше заняться чем-то свободным, потому что чем-то полезным. Например, там, пойти в булочную, подделать какую-то продукцию. Или побыть с семьей, ну, когда, вот, они, например, уже покушали, вернулся, меня это, как бы, да, не смущает. Но, но, у меня уже такой уровень, как бы, сказать, развития, да, вот, в этом голодании, что я вообще не парюсь. Я могу находиться с человеком, который будет хрумкать что-то, и меня это никак не будет соблазнять. Ну, так вот, в общем, я к чему хочу сказать, что весь день, когда вы голодаете, вы должны чем-то себя занимать, чтобы не думать о том, что, ой, я не поел, надо поесть, мой организм, ой, 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 ой. То есть, первые дни для вас это будет очень сложно психологически. Но вы должны понять, что вы не умрете от того, что вы не покушаете, не попьете. Человек может без воды и без еды обходиться три дня точно. Иногда бывает сухое голодание и семь дней, да, но это для продвинутых людей. Человек психологически обычно погибает без воды и без питья. А с водой вы можете прожить 40 дней. Поэтому вы должны понять, что 36 часов – это не так сложно, это один день не покушать. Не надо думать о том, что у меня сейчас заболит голова от голода. Чем больше вы накручиваете себя, тем больше это будет происходить. У меня лично ничего не болит, ничего не отваливается, и чувствую себя прекрасно. Значит, в течение дня я еще могу поотжиматься, побегать, если есть возможность, провести силовую тренировку. Если вы занимаетесь спортом. Если вы не занимаетесь спортом, вы можете просто погулять. Взять с собой собаку, пойти в лесок, не знаю, в посадку, или просто по городу погулять. Но лучше гулять там, где чистый воздух. Чтобы ваш организм, очищенный от еды в этот день, еще и наслаждался свежим воздухом. Если у вас есть такая возможность, это вообще классно. Выйти куда-то в городскую лесопарковую зону, там подышать воздухом. Если вы в городе находитесь. А если вы находитесь в деревне, то еще круче. Вот, в общем, день понедельника подходит к концу. Вы ложитесь спать. У вас много энергии. Потому что обычно вся энергия, которая уходит на переваривание пищи. Представляете, там 3-4 или 5 раз, сколько вы в день питаетесь, перекусываете, десерты у вас. У вас организм раз такой и включает режим переваривания. Это очень, очень, очень энергозатратно. В понедельник, вот в этот день, когда вы голодаете, у вас куча энергии. У вас очень длинный день получается. Он очень плодотворный, он очень классный. И вы успеваете просто все, что вы, например, не успевали или запланировали очень давно. Вы можете в этот день сделать очень много всего. Я, например, вчера, значит, ну вот, уложила девчонок спать. Поехал в булочную и поработал. В 12 ночи я вернулся. И потом я приехал домой, думаю, что-то мне спать неохота. Сяду-ка я клип смонтирую. А монтаж клипа музыкального – это очень долгий процесс, как оказалось. Это был мой первый клип в жизни. Я его размещу уже, наверное, в следующем видео после этого. На песню «Водопады». То есть в тот день, когда я голодал, мы еще ходили с супругой снимать видео. То есть мы пошли подышать воздухом и одновременно решили снять клип. То есть я попел, она меня поснимала, несколько ракурсов. Потом я это все дома вчера монтировал. И вот с 12 ночи до 4 утра я сидел, монтировал клип. Просто без вывода как сел. Думал, часик поработаю, а в итоге на 4 часа я там у него ушла. И в итоге в 4 часа я лег спать. Проснулся уже в 7.50. Там ребенком позанимался, да, там школу отвел, забрал в 11. И вот сейчас у меня почти часть дня. Я еще не пил и еще не ел. При вас я сейчас выпью свой первый стакан воды. Потому что мне уже все-таки сохнут связки, много говорю. Ой, я хочу прямо сейчас выпить. Вот таким образом это называется выход из голодания. То есть вы выходите чистой водичкой. И она у вас такая становится вкусная. Она прям сладкая. Она прям, не знаю, вот чувствуется, что вы пьете какую-то энергию. Потому что я чувствую, что вот вода сейчас проходит в каждую клетку моего организма. Это прям сразу чувствуется. Такое прям сразу тепло идет по организму. Это значит, что организм, конечно, соскучился по воде. Но еще раз повторяю, 36 часов это не страшно. То есть вы запомнили, да, в воскресенье ночью я перестал есть вечером. Ночью я сплю. В понедельник я бодрствую. Потом я ложусь спать и опять ночь. То есть ничего страшного. В ночи можете спокойно этот вот цикл переждать. А кому-то будет сложно, может быть, уснуть. Будьте к этому готовы, особенно первый раз. Но самое главное психологически понять, что это вам ничего не... Как сказать, это не уничтожит ваш организм, вы от этого не умрете. А вы только приобретете, друзья. Почему? Потому что когда организм не кушает, у него появляются ресурсы и силы на удаление каких-то проблем. На заштопывание дыр. На регенерацию себя. И самое главное, что включается процесс автофагии. Автофагия – это процесс, который открыли в 2014 году. И доказали, что когда человек отдыхает, когда у него есть пищевая пауза. И когда организм находится в стрессе. А понятное дело, что когда мы не кушаем, мы привыкли каждые 3-4 часа что-то в себя кидать. А когда мы сутки в себя ничего не кидаем, то начинается процесс регенерации. И сам организм начинает выбирать сначала самое плохое, что есть в нем. И уничтожат это. Это раковые клетки, это какие-то там грибки, еще что-то. Это происходит через сутки, когда организм не ест и не пьет. В организме, в котором минимально жидкости, начинают погибать вирусы. Папелломы, грибки. Потому что они любят влажную среду. Вот они привыкли в нашем организме жить как в болоте. Знаете, в таком у нас постоянно вода, газировка, еда, сыры, молоко, мясо. Это все гниет, разлагается. Там в желудке у нас все это работает, газы. У нас очень приятная местность и флора для развития этих всяких червей, паразитов, грибков и так далее. Как только мы им отключаем возможность питаться чистой водой, влажностью, то они начинают погибать. И вот, конечно, для уничтожения всей этой гадости в себе нужно голодать хотя бы трое суток. Хотя бы 72 часа. 36 часов – это полторы суток. Это организм включает. Начинает включать, но потом опять мы должны перестраиваться опять на питание. Я хочу выстроить свою систему голодания таким образом, что я каждую неделю, каждые три недели в месяц я буду голодать по 36 часов, а последнюю неделю, например, буду голодать уже по либо 48, либо по пробу 72 часа. И я ни разу в жизни не голодал 7 суток. Я хочу хотя бы раз в год выйти на голодание 7 суток. Но для этого нужны определенные условия. Нужно куда-то уйти из семьи, нужно где-то в леску побыть или в деревне. Именно находиться на свежем воздухе, в чистоте, в чистом водоеме или какой-то водопадик должен быть. Вот это вот классно. Это вообще такая перестройка для организма будет, что он просто будет потом офигевать и говорить спасибо. В общем, друзья, вот такие вот вещи я хотел вам сказать. В общем, это все не страшно. И самое главное – это полезно. В-третьих, это классно для организма. И он вам скажет огромное спасибо. В течение недели, когда я поголодал, оставшиеся 5 дней до следующего голодания, у меня легкость, у меня по 10, у меня какой-то чистый ум. Действительно, такое ощущение, знаете, что даже в мозгу у нас собирается какая-то вот... Вот эта вся информация, да, которая из новостей поступает, из воздуха, из интернета, от людей. Знаете, у вас какая-то вот пленка постоянно. Есть какая-то вот пленка на глазах, в мозгу. А как только вы поголодаете, вот я лично про себя говорю, вот взгляд какой-то чистый становится. То есть, я не знаю, может быть, это незаметно визуально, но я вот, так сказать, изнутри себя, когда я смотрю на этот мир, я чувствую, что как будто у меня чистое сознание становится. То есть, оно реально вот все это очищается от того, как мы кушаем. По поводу туалета, что я хочу сказать. Значит, когда я последний раз покушал в воскресенье, где-то в понедельник я всего, может быть, два раза, это утром иду в туалет по-маленькому, и вечером иду в туалет по-маленькому. По-большому я не ходил. Это вот я рассказываю свой опыт, да. И сегодня с утра я сходил опять по-маленькому. Когда вы голодаете двое суток, вы вот примерно на второй день идете в туалет уже по-большому, и по сути у вас потом вообще уже ничего не остается в организме, в кишечнике, да, то есть у нас полностью очищается. И вот тогда уже у вас там регенерируются ваши бактерии, микрофлора, они развиваются, а вот эти патогенные флоры, которые нужен кал, вот эти каловые массы, чем они питаются, значит, вот эта вот болотистая, да, вся атмосфера, вода и так далее, оно же все уходит из организма. Оно уходит у нас за счет пота, дыхания, у нас очень много через дыхание выходит, вот это все вещи, да, слизь и так далее. Поэтому выделений не так много. Вот, но в первые 36 часов, в принципе, вас ничего беспокоить не будет. Самое главное, что мне нравится, это здоровье. Второе, это отдых для организма. Третье, это высвобождение колоссального количества энергии и времени. Времень, то есть, эту энергию вы можете потратить на вот какое-то время свое, да, заняться спортом, еще что-то. Но что категорически не стоит делать? Если вы курите, ни в коем случае не голодайте, потому что, когда вы курите там на голодный желудок, никогда этого не делаете, это вы загубите сразу себе все, и кровь, и легкие, и желудок. То есть, это делать не нужно. То есть, голодайте только, если вы не курите. Если вы на кануне наелись мясо с картошкой, с котлетой, вы думаете, о, сейчас я наемся в воскресенье, да, и, может быть, два денька поголодаю. Если вы едите вот такую пищу, макароны, яйца, рыбу, не знаю, там, мясо жареное, консервированное, консервы, все подряд тушенку, в воскресенье никогда это не делаете, то есть, никакой пользы от голодания у вас не будет, потому что вот это все, оно у вас останется в организме, оно будет у вас гнить, оно у вас не выйдет в итоге в понедельник, да, там, ну, на следующий день. И у вас будет колоссальная нехватка энергии, колоссальная нехватка, потому что все вот это будет у вас там внутри бродить и мешать вам. Для того, чтобы правильно зайти в голодание, в воскресенье питайтесь полезной пищей, ананас, банан, киви, груша, яблоко. В течение дня вы можете съесть этого сколько угодно, хоть тазик салата съешьте, зеленого огурца, помидора, лук, да, с растительным маслом, но ни в коем случае там ни сыр, ни мясо, ничего, воскресенье, ну, вот, в день перед заходом на голодание вы не должны употреблять. Тогда у вас организм максимально очистится от предыдущей вашей вот там недели. И, соответственно, если вы даже не являетесь сыроеным вегетарианцем, а вы кушаете, там, не знаю, мясо, рыбу, тосты и все остальное, но вы зато будете есть это 4 дня, на 5-й день вы потом, как сказать, разгружаете организм овощами и фруктами, на 6-й день вы заходите в голодание, 7-й день вы голодаете, и потом вы опять выходите, и можете опять 3-4 дня есть все, что вам угодно. Это, я считаю, шикарная система. Но, друзья, вы должны понимать, что это не система для похудения. То есть, чтобы включить именно процессы похудения, вы должны, ну, голодать, конечно, побольше, да, и у вас система должна быть конкретно выработана. Вот то, что я сейчас голодаю 36 часов, я никогда не рассматриваю это как похудение. Это для меня просто разгрузка организма и очистка. И, друзья, самое главное, конечно, заходить после голодания. Эвелия, спустись, пожалуйста, сюда. Эвелия, я тебя жду. Ну, смотрите, я сейчас буду выходить из голодания клубникой. Вы можете выйти из голодания стаканом воды или стаканом яблочного сока, потом поесть бананы, яблочки, клубники. Вот у меня есть сегодня клубника, поэтому с удовольствием сейчас выйду из голодания клубникой. Потом в течение дня я покушаю ананас, потом я съем, не знаю, там, яблочки или пойду куплю себе ягоды. То есть у меня будет сегодня здоровое питание. Завтра я могу уже есть все, что угодно. Мы можем с Эвелией завтра... Иди сюда. Мы можем там пиццу, если захотим поесть, да, или там, не знаю, что-то покушать. Эвелия сейчас будет выходить у меня не из голодания. Сразу скажу, что детей ни в коем случае не подвергайте вот таким экспериментам. Дети должны питаться полноценно. Это мы, взрослые, можем экспериментировать, заниматься ерундой, да. А дети должны питаться полноценно. Вот поэтому ребенок у меня сейчас будет кушать мяско. Давай сейчас покажем вот так. У нее сейчас вкуснейшая вкуснятина. Это мяско, сыр, яичко под майонезом и все это в форме улыбочки. Да, Эвелия? Значит, яичко у нее под майонезиком она любит. С мясом. Вот с таким вот это кусочки индейки. Вот. И сыр, смотрите, он выглядит вот так. Он выглядит как волосики. Называется сыр голова монаха. То есть с монахов состригали волосики. Посмотрите, это сыр, который придумали монахи. С монахов состригали волосы. У них была вот такая вот прическа у монахов, видите? Выбритая лысина. Вот. И, соответственно, они делали вот такую вот головку сыра и представляли, что это их волосы. И употребляли его. Вот. Так что, Эвелия, давай кушать. Я сейчас... Так, почему? Так, ты сейчас кушай свою еду. Попробуй. Я уже пробок, а я тебе попробую мою. Ой, Вусь, я такое не кушаю. Первый день я должен питаться только клубничкой. Почему? Друзья. Вы не представляете. Вот на первый раз, когда я выходил 3 недели назад на голодание, я забыл, как это... Я... Сейчас, подожди. И я купил себе виноград. Я съел целую пачку винограда. И вот каждую бубочку я откусывал. У вас настолько очистились рецепторы. У вас настолько язык стал чистый. Вот эта слизь ушла, да, которая там оранжевая, желтая бывает на языке, белая. Она уходит. Язык чистый. И вот такое ощущение, что все рецепторы, которые мы забыли уже от соли, от сахара, они забиваются. Они настолько становятся чистыми. И еда настолько становится вкусной. Вот раньше вы съедаете клубнику, или яблоко. Просто съели и все, да? Ну и подумали. А сейчас у вас фрукт, он, знаете, как какое-то райское наслаждение. Вот как говорят, действительно, райское наслаждение. Эта клубника, она же не настоящая. Она по-любому там чем-то напичканная. Она там испанская, да, большая, красивая. Сейчас не сезон клубники. И когда ее обычно... А в обычное время ешь, ее ешь как траву. Реально ее ешь только. Трава травы. А сейчас ее ешь. Она реально сладкая. Она сочная. Ты чувствуешь, что вот вот эта вот вода, этот сок из нее, он в тебя проникает. Это просто наслаждение. Это блаженство. Почему ты не кушаешь? Почему ты кушаешь? Маня, Вилли, я смотрю. Помнишь, папа два дня не кушал почти что? Помнишь? Вчера он ничего не кушал. И ты еще говоришь, да, почему ты, папа, ничего не кушаешь? Потому что папа голодует. Ну, ты кушаешь туда? У тебя еще организм Вилли чистый, понимаешь? Он ничем не отравлен. Ты можешь сейчас все кушать еще. И тебе будет всегда хорошо. У тебя много энергии? Вот скажи. Ты же когда бегаешь, ты когда бегаешь, садись нормально. Вот у тебя когда-то в школу бегаешь, вот в бассейн, у тебя всегда много энергии, да? Ты как батарейка. Потому что у тебя метаболизм хороший. Ты еще маленькая, ты что не съешь, у тебя быстро переваривается, быстрая энергия идет. И у тебя настроение классное, да, всегда? А у взрослых людей метаболизм замедляется. Нам уже сложнее, понимаешь? Нам нужно уже организм, у нас не так хорошо желудок работает, кишечник. У нас уже много всякой гадости в кишечнике, понимаешь? Бактерии нехорошие. И нам нужно иногда делать пищевую паузу. Поэтому папа каждую неделю теперь не кушает. А на следующей неделе папа не будет не кушать целых три дня. Три дня? Да, три дня не кушать и не есть. И не пить. Чтобы еще лучше организм свой вывести на... А скоро я буду неделю не кушать. Почему? Почему? Почему я неделю не кушать? Да, друзья. В общем, каждую неделю... Значит, первую неделю я выходил на винограде, потом я выходил в следующей неделе на грушах. Раз, два, три. А вот сейчас я выхожу на клубники. А реально, каждый раз... Вот я сейчас сравниваю вот это вот поедание клубники. Это знаете, когда вот младенец. Когда ты младенцу даешь что-то новенькое. Когда он первый раз попробовал, там, не знаю, бананчик, да, или пюрешку. То есть, ребенок питался молоком сначала. А вот потом даешь ему новое, и у него такие глаза, знаете. Он такой маленький. И вот помнишь, Вилли, когда ты маленькая была? У тебя шесть месяцев. Когда тебе манго дали. Ты такая... Потому что это что-то новое, вкусное. Это уже не молоко. Мамина, да? А это манго. И ты такая... Ты вот так вот, помнишь, ела? Такая... Тебе шесть месяцев было. Почему? Почему? Ты маленькая была. Вот так. Да. Так что, друзья, не бойтесь, экспериментируйте. Если вам интересно, я расскажу еще в следующих видео, как голодать уже 36 часов. Я могу даже такой видеодневник потом записать. Не хочется мне, конечно, заморачиваться с монтажом. Все это записывать, потом монтировать. Мне проще так вот рассказать свои мысли. Но, я думаю, для чистоти эксперимента можно будет попробовать каждые три часа, например, выкладывать свой отзыв, да? Что вот прошло три часа, чувствую себя то-то. Прошло три часа, сделал то-то, то-то, то-то. Прошло три часа, еще сделал это-это. И вот так вот на протяжении двух суток. Ну, посмотрим, насколько мне хватит. Там уже, наверное, будет ночь, день-ночь, день-ночь и днем выходить. То есть, чуть-чуть больше, чем двое суток. Вкусно, наверное? Да. Ну, а что же ты сыр, сладенький, ешь и мяско. Скажи, папа так хорошо кушал клубнику, вкусно, да, что ты решила тоже клубнику поесть? Вот. Тебе была вот такая маленькая. И то била. Тебе. Вот там мне, вот так. Тебе было шесть месяцев. Ты была вот такая маленькая. Так, сеть, вот так? Да, шесть. Правильно. Да, но девочки, по всей девочке, бывали вот так. А маленьком бывает вот один курик игрок. Да. Так что, друзья, не стесняйтесь, пробуйте. Но самое главное, еще раз повторяюсь, до того, как вы начнете голодовать, пожалуйста, здоровый образ жизни, ни пить, ни курить. Постараться перед днем голода хотя бы немного попаститься, да, вот это я имею в виду. Вот. Сейчас, хотя идет пост, да, очень-очень удобно сейчас этим позаниматься. И вообще все вот эти посты, понимаете, они же не просто так сделаны. Как сказать, раньше, например, раньше посты были более жесткие. И там действительно люди не ели, не пили, на водичке сидели. Поэтому и люди более одухотворенные были. Сейчас мы просто про это все забыли. И чтобы вернуться опять своим истокам, и чтобы опять быть более здоровым человеком, нужно иногда, ну не нужно, да, я никого ни к чему не призываю, не нужно, а можно иногда потерпеть какие-то лишения. Но я вам еще раз хочу сказать, что организмам только спасибо скажет. Все, друзья, всем пока, удачки, хорошего настроения. Ну пока, вообще, там все по вкусу. Берегите себя и самое главное, берегите свое здоровье. Всем пока.